Друзья, всем привет! Очередное испытание штурм моста уже в игре и за его прохождение мы получим 8500 золота, 100 карт королевских гигантов, 25 карт королевских кабанов, 25 хогов, 25 таранов, 5 стенобоев и легендарку всадница на баране. В общем, получим все самые интересные атакующие наземные карты, так что рекомендую пройти это испытание. Я проходил его колодой на ваших экранах с королевским гигантом, также эту испу можно пройти и хогом 2.6, и какой-то сборкой колод с королевскими кабанами, и садницей на баране. В общем, очень большое количество метовых колод мы можем собрать для прохождения данной испы, я же предпочел именно коргига, и давайте посмотрим, что из этого вышло. Проходить мы начинаем это испытание со счета уже 4-0, ну и несколько слов о данной колоде. Очень быстрый цикл, при этом до этого в этой деке игрались летучие мышки вместо костяных драконов, но так как их занерфили, взял в колоду костяных драконов, ну вернее не я, а начали топчики брать в колоду вместо летучих мышек именно костяных драконов, и в итоге дека, на мой взгляд, стала даже сильнее. Главные защитные карты у нас охотник и рыбак, которые в сочетании великолепно работают друг с другом. Дух исцеления стараемся использовать либо для того, чтобы исцелить охотника или рыбака после защиты, либо для того, чтобы в атаке позволить королевскому гиганту нанести на одну тычку больше. То есть смотрим, когда противник будет использовать бревно или варварскую бочку, и после этого закидываем в атаку духа исцеления, и таким образом наша атака получает дополнительный вздох, так скажем. Ну а рыбака используем исключительно для того, чтобы защищаться от карт, которые атакуют только здания. В этом режиме их будет очень много, это либо хок, либо садница на баране, либо тот же самый таран. Короче, готовим рыбака именно для того, чтобы защищаться от противников. То же самое касается охотника. Охотника используем против либо каких-то воздушных карт напрягучих, там типа дракончика или пламенного дракончика, либо для того, чтобы опять же убивать тех же таранов, хогов и так далее. Ну а с атакой все просто. После того, как мы отзащищались, у нас на поле боя чаще всего остаются в живых либо рыбак, либо охотник, либо те же самые костяные драконы. Ну и вот перед этими выжившими картами мы выставляем королевского гиганта, идем в атаку и чаще всего какой-то минимальный урон, но мы наносим. То есть, ребят, этой колодой не старайтесь за один заход сносить вышку противника. Один-два выстрела Корги Гом вполне достаточно. Далее делаем шаг назад, переходим в режим защиты, защищаемся от атаки противника и все по новой. В итоге противник по вашей вышке, если вы все будете делать правильно, урон наносить не сможет практически, а вы в то же время сможете при помощи Корги Га по одной-две тычки по вышке за атаку делать, и этого будет достаточно, чтобы в конечном итоге выиграть. Ну вот сейчас вот очередная защита от атаки противника, и перед выжившим своим охотником выставляю я Корги Га, добавляю дух исцеления, и в итоге все замечательно складывается, очередной какой-то урон будет нанесен по вышке противника, причем на этот раз достаточно такой значительный. Охотник отстреливает летучих мышек, очень медленно, к сожалению, это делает, но ничего страшного. При этом противник потратил большое количество эликсира, я ничего дополнительного в атаку не добавлял, и сейчас я понимаю, что у меня больше эликсира, поэтому вот так вот нагло иду в атаку с Корги Гом, добавляю также ему в поддержку костяных драконов, и закидываю еще дух исцеления, чтобы Корги Га подольше жил. К сожалению, эта атака не увенчалась каким-то успешным нанесением урона по вышке противника, только урон от фаербола зашел, и снова надо защищаться, конечно, поэтому готовлю я рыбака, противник не торопится его выставлять, поэтому я сначала выставлял охотника, ну и затем, увидев состав атаки противника, использовал бревно, и затем уже только выставил рыбака. Снова можно переходить в наступление, использую дух исцеления опять же, ну и продолжаю закидывать фаерболами вышку противника, попутно выгодно пытаюсь размениваться с картами моего оппонента, в итоге 210 единиц здоровья остается на вышке, это одно бревно и фаербол, поэтому все, что мне нужно сделать, это докрутиться до этих заклинаний, при этом обезопасить свою вышку, так как по правой стороне идет игра, доставляю я все свои карты именно на правую сторону, ну и все, докрутился до фаербола, закидываю, таким образом победа, счет становится 5-0, и мы переходим к следующей игре. В начале матча, конечно, надо определить, что за колода у противника, какая у него главная атакующая карта, и какие карты будут мешать нам наносить урон по его вышкам. Сразу же здесь мой оппонент показывает летучку 8 уровня, ну и в итоге за 2 единицы эликсира я защищаюсь от этой карты, получаю одну тычку по моей левой вышке, но это не страшно, и готовлюсь принимать какую-то атаку от оппонента, он закидывает фаербол моего охотника, при этом его не добивает, и я понимаю, что у него еще одного фаербола точно нет, и поэтому спокойно атакую с костяными драконами, просто добавляю их в атаку, так как противник никак не сможет от них избавиться сейчас, и в итоге эта атака заканчивается огромным уроном по левой вышке противника, надо справляться теперь с призраком королевским, ну а по левой, по правой, вернее, стороне можно проигнорировать рыбака, так как особого урона он нанести не сможет моей вышке, и в итоге я оказываюсь в большом плюсе по всем этим разменам, и судя по всему у противника нет атакующей карты, то есть нет ни Хога, ни Тарана, нет такой карты, которая атакует только здание, видимо он решил выигрывать при помощи бандитки, королевского призрака, рыбака, ну все-таки нужно брать в это испытание какую-то карту, которая атакует здание, иначе будет очень сложно наносить урон, вот сейчас у противника моего это совсем не получается делать, и это именно из-за того, что он не взял атакующую карту банальную в колоду, есть у него еще и пламенный дракон оказывается, ну в общем все карты, которые такие, воюют с другими войсками, а по вышке не доходят до вышки при правильной игре против этих карт, ну в итоге в этой игре в целом все понятно, потому что у противника очень странная несбалансированная колода, здесь конечно я должен побеждать, и для этого все, что у меня остается сделать, это не позволять противнику наносить значительный урон по моим вышкам, сейчас начнется двойной эликсир, и вот на двойном эликсире могут быть небольшие проблемы у меня, потому что у меня наземные карты достаточно вялые по здоровью, то есть против бандитки, против королевского призрака, будет достаточно неприятно ими справляться, если противник все завалит в одну кучу, но в таком случае можно будет закинуть туда фаербол, именно это я сейчас и сделаю, попадаю по всем трем картам, которые находились на поле боя, и добавляю костяных драконов для того, чтобы справиться еще и с летучкой, противник же мой наглеет, идет в атаку на все свои ресурсы по левой стороне, защищаюсь от королевского призрака при помощи скелетиков и бревна, и запоздала, к сожалению, выставляю рыбака, в итоге моя вышка получает тычку, ну и продолжаю защищаться, а противник продолжает огромное количество эликсира, травитесь на левую сторону, все в атаку, и поэтому я просто спокойно перехожу в атаку с королевским гигантом по противоположной стороне, для того, чтобы вернуть оппонента в действительность и показать, что я тоже как бы могу атаковать, причем атаковать не хуже, а может даже лучше, судя по тому урону, который был нанесен за этот заход по правой вышке, ну и в итоге игра заканчивается победой, счет становится 6-0, седьмая игра, и снова все те же самые цели у нас, для начала узнать главную атакующую карту, узнать главную защитную карту, узнать заклинания, противник уже показал бревно, а я проверил, идет ли запись, идет, все в порядке, все замечательно, ну и противник атакует с хогом, соответственно, сразу же я могу сделать вывод, что скорее всего у него колода хог 2.6, то есть у него бревно, у него хог, и если сейчас я увижу какую-то еще карту, да, мушкетер, конечно же, это скорее всего хог 2.6, теперь уже нет никаких сомнений, и эту колоду можно обыгрывать колодой с королевским гигантом, более того, даже нужно ее обыгрывать, и для этого есть один очень простой прием, который легко реализовать на двойном эликсире, и при преимуществе по эликсиру, я буду атаковать с королевским гигантом из глубины, то есть буду его глубоко выставлять из-за своего главного здания, пока он дойдет до мостика, я смогу докрутиться до еще одного кора гига, и в итоге противник просто не сможет сдержать атаку двух королевских гигантов, он сможет это сделать, конечно, если так же будет со мной быстро крутиться, но не все противники и игроки на хоге 2.6 успевают сообразить, что именно так нужно поступать, и побыстрее докручиваться до еще одной пушки, вот сейчас, получив преимущество по эликсиру, я выставляю королевского гиганта из глубины, выставляю ему в поддержку охотника, тем самым байчу еще и оппонента на использование фаербола моего охотника, если бы он закинул фаербол, то сразу же я бы добавил в свою атаку еще костяных драконов, ну а здесь у меня идет в поддержку охотник, и охотник сейчас разменяется с мушкетером, что в целом меня так же устраивает, следующей картой у меня уже есть рыбак, соответственно, с возможной атакой с хогом я уже смогу справиться, готовлю себя принимать эту атаку, ну а мой противник не торопится организовывать эту самую атаку, поэтому можно спокойно начать очередную свою атаку из глубины с коргигом, тем более начинается двойной эликсир, и замечательно, могу теперь снова справиться с хогом противника при помощи своего рыбака, при этом рыбак сейчас еще пойдет помогать коргигу в атаке, добавляю на эту сторону еще охотника, по правой стороне очень экономно защищаюсь при помощи бревна, и закидываю фаербол сразу же в мушкетера противника, он тратит большое количество сейчас эликсира на защиту, ну а у меня, как я и планировал, уже второй коргиг на поле боя, закидывает противник в фаербол, чтобы избавиться от карт поддержки на левой стороне, ну и сразу же, я пользуюсь этой ситуацией, добавляю еще костяных драконов, отдает противник только бревно, сразу же идет у меня в поддержку дух исцеления, то есть нечем ему убивать дух исцеления, сразу его реализуем, если он отдает фаербол, то сразу доставляем костяных драконов или охотника, смотря во что до этого противник отдавал фаербол, ну и в итоге таким образом выигрываю я в этом матчапе, неудивительно, у меня более сильная дека была в данном противостоянии, и мы переходим к следующей игре, счет сейчас уже 7-0, и неудачно я кантрю бандитку при помощи скелетиков, надо было их на клеточку правее поставить, но зато я разменялся выгодно и могу из глубины выставлять королевского гиганта, противник же решает проатаковать по правой стороне с темным принцем, с этой атакой можно справиться при помощи рыбака, при этом еще поддержать свою атаку, так как рыбак после этой защиты пойдет по левой стороне поддерживать королевский гиган, ну и противник здесь допускает серьезную ошибку, выставляет он рыбака совсем не туда и не тогда, когда нужно, и в итоге его левая вышка получает значительный урон, и по правой вышке также костяные дракончики сейчас какой-то урон нанесут. Попытка номер 2 задефаться от бандитки при помощи скелетиков, и на этот раз попытка удачная, очень выгодный размен, в итоге получаю я преимущество, и сразу же выставляю дух исцеления для того, чтобы напрячь противника что-то выставить. Вот он выставляет темного принца, в итоге очень невыгодно разменивается против 1 единицы эликсира 4 единицами эликсира, да, я доставляю еще рыбака для того, чтобы защититься от темного принца, но от рыбака ему сейчас также надо чем-то защищаться, и в итоге он решает проигнорировать его, это правильное решение, но при этом его вышка получает 2 удара от рыбака, И это расплата за то, что он купился на мой байт на Духоисцеления. Странную позицию он выбирает для рыбака, учитывая, что на его вышку идет Королевский Гигант. То есть рыбак сейчас его притянет, и Коргик будет наносить урон по вышке гораздо быстрее, чем он это делал бы без рыбака в защите противника. Но сейчас у меня проблемы, надо мне как-то справляться с атакой противника, с огромным количеством наземных атакующих карт, докручивая себя до Охотника. К сожалению, успевает его притянуть рыбак противника, ну и здесь я экстренно уже скидываю бревно, добавляю скелетиков, чтобы избавиться от мушкетера. Очень неплохая контратака от противника пошла, в итоге я хапнул немножко урона, и надо играть, конечно, поаккуратнее. Тем более сейчас двойной эликсир, я думаю, противник будет сейчас огромное количество атакующих карт выставлять наземных. Да, у него несутся снова на меня принцы, снова в поддержку им стоит рыбак, но я могу защититься от всей этой атаки при помощи своих картишек. Делаю все достаточно неплохо, но при этом я понимаю, что до сих пор немножко проседаю я по эликсиру, поэтому продолжаю защищаться. Хочу получить преимущество по этому самому эликсиру. И выставляю костяных драконов в защиту от принца, выставляю рыбака, и, к сожалению, не успеваю выставить перед ним скелетиков. Но вот теперь сложилась ситуация, когда я могу пойти в атаку с Коргигом, так как противник огромное количество эликсира тратил все это время, я все это время защищался, и в итоге я получил небольшое преимущество, которое позволило моему Коргигу... Нет, не позволило моему Коргигу наносить урон, к сожалению, противник отлично справился с этой атакой. Ну и мне, конечно, надо играть аккуратно против такой колоды, так как по земле очень сложно защищаться против огромного количества вот таких наземных атакующих карт. Поэтому я закидываю фейербол исключительно в мушкетера противника, когда мне это выгодно. Дожидаюсь, когда мои костяные драконы справятся с темным принцем, и только после этого выставляю скелетиков. Ну и здесь, к сожалению, рыбак успевает ворваться в мою вышку, ну а я при помощи охотника защищаюсь от бандитки и докидываю недостающий урон в вышку оппонента, таким образом выигрываю. Достаточно сложная получилась интенсивная игра, но счет 8-0, и у нас решающая катка. С самого начала игры можно скинуть духа исцеления, забайтить противника на использование какого-то заклинания или какой-то карты. К сожалению, у противника в колоде оказались огненные духи, и в итоге вынужден я был выставлять рыбака, чтобы моя вышка не получила урон. Добавляю я в защиту от валькирии костяных драконов, и, к сожалению, все очень неудачно начинается для меня, приходится скидывать еще бревно. Вот такое одно действие с выставленным духом исцеления, казалось бы, безобидное, а приводит к тому, что у меня не было ответа на огненных духов, а затем не было достойного ответа на валькирию с магом в прикрытии. В итоге моя вышка получает урон в самом начале игры, но теперь я хотя бы представляю, что за карты в колоде противника. Показывает он башню-бомбежку, это очень неприятно. Здание, здание контрит моего коргига, и за счет того, что он только что его выставил, я могу попробовать из глубины начать свою атаку. Очередной раз он выставляет огненных духов, но на этот раз у меня были скелетики в ответ на эту картишку, и я выгодно справляюсь с защитой. Идет мой коргиг, и я готовлюсь справляться с валькирией, для этого выставляю рыбака, ну а противник меня очень сильно расстраивает, показывая своих варваров. У него в колоде присутствуют еще варвары, в итоге я понимаю, что играю против мерзкого вида колод, в которых одна атакующая карта, все остальные карты на защиту. Такие колоды я не перевариваю против таких колод. Очень неприятно играется, потому что очень сложно наносить урон, ну а они кидают какую-нибудь одну атакующую карту и потихонечку ковыряют вашу вышку. Конкретно в данной игре проблема заключается в том, что у противника есть два ответа на мою главную атакующую карту на коргига, это башня бомбежка и это варвары. Ну и также есть проблема в виде мага-оппонента, так как маг будет контрить всю мою атаку, то есть если я выставляю коргига, добавляю охотника, то охотник будет идти прям вплотную с коргигом и в итоге маг будет дамажить и коргига и моего охотника. Та же самая история с костяными драконами и получается в итоге, что достаточно сложно преодолеть такую защиту. Вот сейчас он выставляет башню бомбежку, у него в руке еще есть варвары, соответственно сейчас я не могу отдавать фейербол в мага, потому что иначе не смогу справиться с варварами, но и в итоге, когда я могу отдавать фейербол, это уже поздно, закидываю я его тогда, когда могу разменяться более-менее выгодно, ну а противника в колоде оказывается еще и заморозка. В итоге эта атака его наносит огромнейший урон по моей левой вышке, я сразу же продолжаю атаковать с королевским гигантом, так как у меня на поле боя жив еще рыбак, но в итоге с этой атакой также мой противник справляется при помощи все той же самой башни бомбежки, которая очень напрягает. Закидывает он здесь фейербол, а это значит, что я могу использовать костяных драконов, но первоначально надо конечно выставить своего королевского гиганта. Закидываю я в данной ситуации фейербол именно в мага, для того, чтобы избавиться от этой надоедливой защитной карты, и наконец-то хоть какой-то урон по вышке противника заходит, очень нужный, очень необходимый урон, но получилось его нанести только за счет того, что немножко подловил я противника на ошибки. Надо защищаться от хога опять, выставляю я рыбака, ну и противник здесь отлично замораживает его заморозкой, и все достаточно плохо для меня складывается в этой игре. Надо улынить, надо пытаться сносить вышку противника прямо здесь сейчас, доставляю я костяных драконов, но против них опять же есть замечательный ответ в виде духов огненных у моего оппонента. Я готовлю себя принимать очередного хога, выставляю и охотника, и рыбака, и готовлю закидывать фейербол, так как очевидно, что противник будет выставлять варваров именно в эту точку, но это особой пользы мне не приносит, потому как сейчас пойдет атака с хогом и заморозкой, и с этой атакой я ничего сделать, к сожалению, не смогу. Тем более с запозданием выставляю я рыбака, и в итоге на моей вышке остается 14 единиц здоровья, и противник добирает мою вышку. Поражение, но здесь я мало что мог сделать, потому как просто в полный контракт моей колоди, к сожалению, я проиграл, потому как противник не допустил большого количества ошибок, которыми я бы мог воспользоваться. Счет 8-1, решающая игра номер 2, ну и здесь уже сразу же с самых первых секунд игры становится понятно, что эту игру я должен буду выигрывать, у противника огненная лучница 8 уровня, целительница 8 уровня. Ну вот Clash Royale так шутит, видимо, сначала он дает жесткую контру, которую вы навряд ли сможете обыграть, как бы вы ни играли, потому что противника там из 8 карт, все 8 контрят все ваши карты, и в итоге после этого Clash Royale говорит, ну ладно, тогда на, обыграй с таким же преимуществом другого игрока, который даже непрокаченные карты имеет. То есть, ну вот зачем так делать, я не понимаю, почему не делать просто рандомный подбор. И вот эта вот подкрутка Clash Royale, конечно, очень многое портит, и главное, портит наше психологическое здоровье, друзья. Ну вот здесь у противника, я надеюсь, все будет в порядке, потому что у него как минимум есть пас-рояль на этом аккаунте, то есть он это испытание все равно рано или поздно пройдет. У меня же на этом акке нет пас-рояля, поэтому надо мне выигрывать здесь и сейчас, и давайте попробуем все-таки это сделать, чтобы не было еще одного обидного поражения. Не могу я понять, что за колоду у противника, есть у него какая-то атакующая карта или нет, но судя по всему, нет у него атакующих никаких карт, он играет тем, что у него прокачано. Жаль, конечно, парня, но и в данной ситуации я понимаю, что он потратил огромное количество эликсира, понимаю, что у него в руке только армия скелетов в защиту от Коргига, и поэтому делаю такой ход, принимаю урон от палача при помощи Коргига и поддерживаю его в атаке при помощи бревна. Таким образом наношу существенный урон по левой вышке, а свои вышки при этом защищаю. Очередная атака моего оппонента из глубины начинается, выставляет он ведьму, ведьма опять же восьмого уровня. Ну, такие игры, они несправедливы, конечно, на мой взгляд. Если уж делаете подкрутку, то делайте уж таким образом, чтобы восьмые уровни играли против восьмых уровней. Я не думаю, что это сложно реализовать, друзья, просто этим никто не занимается. Почему-то все то положение дел, которое сейчас присутствует в Clash Royale, устраивает разработчиков, устраивает тех, кто работает над матчмейкингом, то есть над тем, как производится подбор игроков, я бы, конечно, очень многое изменил в этом вопросе, как думаю и многие из вас. Но пока мы имеем то, что имеем, и в итоге игрок с картами на один уровень выше играет против игрока с картами восьмого уровня. Это можно было бы легко решить тем, что в испытаниях были бы все карты турнирного уровня. Зачем вы так мучаете так новеньких игроков, которые так, по сути, слабее играют, чем их противники, еще и давать им карты на уровень ниже? То есть я понимаю, что это заставляет всех качать карты быстрее, все карты качать, вкладывать больше денег в игру, но какой-то здравый смысл все-таки должен присутствовать. В общем, я все сказал, ну а испытания мы прошли со счетом 9-1, одна была обидная осечка, но главное, что награды все собрали, так что все замечательно. На этом все, ребят, удачевого прохождения данного испытания, спасибо за просмотр и до новых встреч, всем пока!